Детская библиотека номер 9 округа Майская горка предлагает видеопрезентацию о истории создания русского флота Петром I. Морским судам быть. С правлением Петра I связано создание военного флота. Началось это, как и формирование сухопутной армии с потех. Петровские потехи сначала шли на суше, а затем на водах Оленьево пруда. По сути, толчок к строительству кораблей в стране дала случайно находка в амбаре. Юный Петт I обнаружил в загородном дворце Измайлова судно некое иностранное. Находка заинтересовала Петра, и он сразу же захотел узнать о ней больше, а еще лучше лично испытать диковинную игрушку. Учитель Петра Франц Тиммерман, преподававший ему геометрию и фортификацию, оказался следующим и в морском деле. Он объяснил будущему императору, что это бот английский, который может плыть не только по ветру, но и против ветра. Находка требовала починки. И именно с работы над этим старым суденышком и началось увлечение Петра к кораблестроениям. Сначала это были поездки по Яузе, затем на Просином пруде в Измайлово, а потом на Плещеевом озере у Переславля-Залесского. Судовождение он освоил и затем строительство кораблей. Работа по строительству кораблей после небольших началась в августе 1688 года. Первые пять судов флотилии Петра были готовы в июне 1689 года. Они были тотчас же отправлены на озеро. Петр Первый придавал этой потешной флотилии очень большое значение. Но час потехи прошел, и пришел час настоящего дела, а именно создания морского флота. Первыми матросами русского флота стали выходцы из потешных войск. Эти молодые люди выросли рядом с будущим императором, учились вместе с ним военным и гражданским наукам и участвовали с Петром в первых учениях. 30 лучших путешествовали вместе с царем по Голландии и Англии. В справедливости ради стоит отметить, что на Руси существовало судостроение и прежде. Так сохранились сведения о походах русских князей по Черному морю еще в IX-X веках. А в XVII веке развелось мореплавание в Северном Ледовитом океане. При этом речные пути были едва ли не основными транспортными артериями Древней Руси. Официально начало отечественно-государственного судостроения было оформлено при Алексее Михайловиче, отце Петра. Он подписал указ о строительстве в селе Дединого первого военного фрегата «Орел», тем самым заявив о морских устремлениях России. Однако, несмотря на то, что судостроение существовало и ранее, официальной датой появления российского флота считается 30 октября 1696 года. Тогда Боярская дума по предложению Петра I приняла решение о создании регулярного военного флота «Морским судам быть». Этот день и принято считать днем основания российского военно-морского флота. Первое регулярное формирование отечественно-военно-морского флота – это Азовский флот. Он был создан Петром I для борьбы с Турцией за выход в Черное море. 19 ноября 1698 года в торжественной обстановке на Воронежской верфи Петт I заложил свой первый государев корабль. Года предестинации – Божие привидения. Это был первый в истории русского флота линейный корабль. Его длина составляла 36 метров. Экипаж – 253 человека. В короткий срок – с ноября 1665 года по май 1699 года в Воронеже, Козлове и других городах, расположенных по берегам рек, впадающих в Азовское море, были построены 36-пушечные корабли «Апостол Петр» и «Апостол Павел», 4 брандера, 23 галеры, 1300 стругов морских лодок и плотов. Они и составили Азовский флот. Русская армия при поддержке боевых кораблей взяла турецкую крепость Азов. Была одержана первая крупная победа в войне за выход в Черное море. Но еще до этого, в 1693 году, Петт I побывал в Архангельске. К первому приезду Петра I в Архангельске была построена 12-пушечная адмиралтийская яхта, на которой царь совершил свой первый морской поход. На ней впервые был поднят флаг царя московского русский Триколор. И там же заложил свою первую серьезную верь Соломбальскую, ныне старейшее государственное предприятие России Красная Козница. На ней были построены два корабля, а третий святое пророчество с 44-мя пушками пришел из Голландии. Во время Великого посольства в Европу, предпринятого царем Петром I в 1697-1698 годах, он пригласил на русскую службу голландского адмирала Крюйса, пятерых капитанов кораблей и почти 600 матросов. Позднее для создания больших парусных судов приедут английские корабелы. Английский посол, не желая усиления русского флота, даже рекомендовал своему правительству сделать все возможно, чтобы отозвать их из России. С началом войны со Швецией он приступил к строительству новых судов поближе к Неве и Ладожскому озеру, основал две верфи, Аланецкую, что на реке Свирь, еще одну на реке Сясь. А на следующий год, после основания Санкт-Петербурга, в ноябре 1704 года, на левом берегу Большой Невы начали строить адмиралтийские верфи. И к весне 1706 года на воду было спущено первое судно. Эта верфь, задуманная Петром, работает и по сей день. Молодой русский флот стал одерживать первые победы на Балтике в войне со Швецией. В 1703 году солдаты и матросы под командованием Петра захватили в плен два больших светских судна. Неприятели пардон взяло поздно, прокричали, писал царь. Все участники боя получили медаль с надписью «Небывалое бывает», а Петр – орден Андрея Первозванного. В 1721 году война завершится нашей победой. Петр провозгласит себя императором, а Россию признает морской державой. Первый российский император Петр I известен тем, что прорубил окно в Европу. В то же время в России развернулось военное кораблестроение. Сюда строились в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Были созданы Азовский и Балтийский флоты, позже Тихоокеанский, Черноморский, Северный флоты и Каспийская флотилия. Без кораблей и судов отечественной постройки Россия не получила бы свободный выход к морю и не стала бы морской державой. Российский флот строился с учетом лучших достижений европейского судостроения. Иностранных специалистов нанимали сотнями, да российские дворян посылали в европейские страны от Венеции до Англии и Голландии. Россию срочно нужно было догонять ведущие державы. Значение собственного флота в те времена сложно переоценить. Тогда господство на море обеспечивало статус империи. На морской силе держалась могущество многих государств, например, Великобритании. С того времени, как Россия создала военно-морской флот, появилась возможность обезопасить торговые морские пути, раздевать новые порты. Ко времени кончины царя-судостроителя русский регулярный боевой флот, объединявший 1104 корабля и малых судна, стал наиболее организованным и самым передовым в мире, превратив Россию в великую морскую державу. Россия вошла в Европу, как спущенный корабль при стуке топора и при громе пошек. Так выразился российский поэт Александр Сергеевич Пушкин.